В развитии магнитогорской детской хирургии началась новая эра эндоскопическая. Накануне в Центре охраны материнства и детства главный хирург Челябинской области Николай Ростовцев провел мастер-класс, выполнил вместе с магнитогорскими коллегами самую первую малоинвазивную операцию на новой эндоскопической стойке, приобретенной для больницы. Главный хирург Министерства здравоохранения Челябинской области, заслуженный врач Российской Федерации Николай Ростовцев уверен, что его магнитогорские коллеги давно готовы выйти на новый уровень, освоить эндоскопические методики лечения детей. Теперь с появлением в детской больнице новой эндоскопической стойки, экспертного класса, с 3D-визуализацией изображения, это стало возможным. В магнитогорске будет теперь стойка, и детей можно оперировать не открытым способом, а через проколы небольшие. То есть и косметически будет хорошо, и детям хорошо будет. Я приехал показать, как оперировать на новой эндоскопической стойке в 3D-изображении. Эта стойка к вам пришла впервые, и в магнитогорске она первая. 3D-изображение, оно, скажем так, больше разрешающая способность, лучше видно, как у сосуды, они как идут в 3D. Как, скажем так, мы видим, так мы и получаем изображение. Иногда, вот если вот хирургу надо как бы со стороны заглянуть, на ней спокойно можно увидеть, что сзади. В ходе первой показательной операции на новой стойке Николай Ростовцев продемонстрировал своим коллегам методику проведения эндоскопической холецистотомии, удаления через маленькие проколы воспаленного желчного пузыря у ребенка подросткового возраста. Таким малотравматичным способом, говорят детские хирурги, можно выполнять большинство полостных операций, как плановых, так и экстренных, включая удаление аппендикса. Детские хирурги планируют уже через 2-3 месяца поставить проведение эндоскопических операций в Магнитогорске, что называется «На поток». Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.